За последние два года отделение эндокринологии Краевой клинической больницы трижды пополнялось молодыми специалистами. Светлана Оглоблина после двухлетней ординатуры и окончания обучения решила, что из-за Байкалья никуда не уедет. Врачом я хотела стать с детства. У меня мама кушер всегда хотела помогать людям. С эндокринологией я тоже практически сразу определилась. Это достаточно интересная специальность. Очень нравится общение с людьми, пациенты со всего края, с редкими, бывают, патологиями. Влиться в рабочий процесс труда не составила во многом благодаря поддержке коллег. Система наставничества давняя и добрая традиция Краевой клинической. Основная задача – построить комфортные отношения в коллективе и научить не пасовать перед трудностями и стрессами. После нескольких месяцев работы молодые врачи, что называется, отправляются в свободное плавание, но старшие коллеги всегда рядом. Вместе с ними мы ходим на обходы. Мы помогаем им во всем в плане того, что в любое время дня и ночи стараемся и брать трубки, и отвечать на вопросы, и подсказывать. И всегда за советом они могут прийти. То есть в этом плане у нас как-то в этом все отлично. В этом году ряды медиков Краевой клинической пополнили сразу 23 врача и 16 медицинских сестер. Как, например, Виктория Жалсараева. В нефрологическом отделении девушка работает всего лишь месяц. Может быть, предлагали работу в зале, в регион, в столицу ехали, там работали? Пока что еще нет. Еще нет. Еще нет. Ну, надеетесь. Я пока что здесь поработаю. Мне здесь нравится. Нравится помогать людям и на Мини Нарбоевой. Закончила Агинский медицинский колледж и приехала работать по приглашению. Говорит, медицина в Чите и в родном округе не отличается. Признается, поначалу очень боялась допустить ошибку из-за нехватки опыта. Первые три дня, да, я очень сильно нервничала. У меня был мандраж. Я не знала, как даже, вот, даже когда я делала манипуляцию, то есть внутривенные инфузионные капельные введения, то я попадала в вену, но где-то что-то не дорабатывало. И, получается, мне сказали, мне дали урок, то что, вот, ты должна идти по направлению вены, и я, как бы, все лучше и лучше. Сейчас у меня никаких проблем нет, ну, и мне нравится своя работа. Стоит отметить, что девушки обучались не по целевому договору. Почти треть принятых в этом году молодых специалистов пришли в медицину, потому что искренне хотели помогать людям. Это, по словам руководства больницы, пример того, что профессия врача вновь становится престижной. Это результат нашей совместной, многолетней и достаточно кропотливой деятельности по работе с молодыми специалистами, начиная, в общем-то, еще с этапа школы. У нас молодые специалисты и средние работники, и врачи обучаются по целевым договорам в академии, в колледже, затем они по целевым договорам обучаются в ординатуре, то есть на этапе после дипломного образования, и после этого приходят к нам. И работа продолжается. Так в этом году в Краевую клиническую принято 14 ординаторов. А это значит, что уже через два года врачей в главном стационаре региона станет еще больше. Эльша Цафаров, Павел Карпов, РТК Забайкалье.